Минувшая неделя была действительно богата на главные события. Три чемпионата Молдовы определили составы национальных сборных, в игровых первенствах обострилась борьба за лидерство, а в Тирасполе прошел крупнейший международный турнир. Более подробно об этом смотрите в сегодняшнем выпуске. Атлет из Тирасполя – победитель чемпионата балканских стран. Прыжок Владимира Летникова на арене в Стамбуле уже в начале сезона принес золото нашей команде. Дубосарские теннисистки завоевали весь подиум в молдавском чемпионате. Теперь женская сборная Молдовы будет представлена спортсменками лишь одной – Приднестровской школы. В чемпионате Молдовы по плаванию установлены новые национальные рекорды. Вода Тираспольского бассейна стала легкой для тех, кто был к этому готов. На Приднестровском ринге выступили команды семи стран. Лучшие представители юниорского бокса оспаривали звание первой перчатки в Тирасполе. Мужской праздник наши боксеры отметили на столичном ринге. 23 февраля в Тираспольской школе борьбы и бокса прошел международный турнир, посвященный Дню защитника Отечества. Несмотря на возраст участников до 18 лет, победы на Тираспольском ринге оспаривали мастера спорта и даже призеры чемпионата Европы. Подробности расскажет Юлия Саракапут. В этом году в традиционных соревнованиях выступило рекордное количество участников. В бой вступили команды из семи стран, в их числе Россия, Армения, Абхазия, Белоруссия и Украина. Сильнейших юниоров рассудили 15 финальных поединков, 11 из которых выиграли гости. В мужской праздник боксеры показали настоящие мужские сражения. Наши лидеры в этой возрастной категории оправдали ожидания тренеров. Представитель Днестровской школы Владимир Гордиенко разделил высшую ступень педестала почета со своим украинским соперником Яковом Кривякиным. Между тем, Влад Гуменюка и Влад Абручков решающие встречи провели более чем уверенно, победив единогласным решением судей. Победа значит очень много. Трудный турнир. Мы приехали только со сборов, готовились к нему. У меня был выбит валец. Бой был трудный. Соперник тоже был хороший. Вязал. Бой был напряженный. Я не сдавался и сделал все возможное, чтобы выиграть этот бой. А вот еще одному Владу Цугую пришлось потрудиться, чтобы оставить чемпиона России Михаила Кайдалова пораженным. Тераспольчанин со своей задачей справился, завоевав золотую медаль и звание лучшего боксера турнира. Его соперник был отмечен за волю к победе. Соответственно, пара показала самый зрелищный бой. Ряд призеров чемпионата Европы боксирует прошлого года, позапрошлого года. С России у нас ребята сборники, финалисты и призеры России. С Белоруссии сборники. Абхазы все первые номера Абхазии здесь. Украинцы ряд чемпионов Украины. Вот сумма не боксирует с Измаила. Действительно, ребята показывают такие бои, что публика просто в восторге. Самые сложные испытания наших боксеров ждут впереди. Это чемпионаты Европы и мира, которые пройдут в Кемерово и в Харькове соответственно. В минувшие выходные в Стамбуле завершился чемпионат балканских стран. В составе сборной Молдовы выступили шестеро преднестровцев. Тираспольчане Владимир Летников, Андрей Мыциков, Ирина Твердохлебова, бендерчанка Татьяна Чеканчи и каменчанин Иван Сьюрис. На турецкой земле наши атлеты завоевали две награды. Мастер спорта международного класса Владимир Летников одержал победу в тройном прыжке. А Андрей Мыциков завершил участие на балканиаде серебряной медалью. Речь идет про Владимир Летников, который стал чемпионом балканских стран с лучшим результатом сезона 16 метров 59 сантиметров. Андрей Мыциков был в вторых прыжках в высоту. Еще две наши спортсменки остановились в шаге от пьедестала. Бендерчанка Татьяна Чеканчи завоевала четвертое место в тройном прыжке. А терраспольчанка Ирина Твердохлебова повторила национальный рекорд 3 метра 60 сантиметров в секторе для прыжков в шестом. В этой же дисциплине Андрей Федотов из Тирасполя занял пятое место. Каменский бегун Иван Сьюрис показал шестой результат на дистанции 800 метров. Благодаря успешному выступлению преднестровских атлетов сборной Молдовы в общекомандном зачете чемпионата балканских стран заняла достаточно высокое седьмое место. А в это же время в Кишиневе завершился 13-й розыгрыш чемпионата Молдовы среди юниоров. Победы и рекорды оспаривали спортсмены до 17 лет. Наша съемочная группа побывала в крытом Кишиневском манеже в финальный день соревнований. В юношеском турнире приняло участие свыше 300 атлетов. Награды первенства были разделены среди представителей двух возрастных категорий – 14-15 лет и 16-17. Приднестровская команда подкрепила свой успех результатами юных спортсменов. В секторе для метания диска весь педестал почета заняли терраспольчанки – Александра Исканян, Валентина Гречко и Анастасия Гречаная. А в возрастной категории до 15 лет успеха добилась представительница каменки – Ксения Кирияк. У юноши победу одержал столичный метатель Виктор Чебручан. Еще одно золото чемпионата завоевала терраспольская высотница – Марина Шестак, установив при этом новый личный рекорд. 155 для меня – это новая высота, и действительно сложно было. И хотелось выше прыгнуть, но не получилось. В тройном прыжке возрастной категории до 15 лет первенствовала представительница Бендер Анастасия Калинина. А среди юниоров победу одержала Нелли Антонович из Григориополя. Спортсменка вот уже два года выступает на высоком уровне и в таких дисциплинах, как спринт и бег с барьерами. Я могу сказать, что выступила я довольно-таки неплохо, но ожидала большего. Из-за состояния здоровья так получилось, что не смогла достойно выступить. Но все-таки я считаю, что в общем хорошо все. Приднестровские спортсмены отметились лучшими показателями и в беговых дисциплинах. В барьерном спринте представитель Суклейской спортшколы Михаил Фокша завоевал чемпионский титул. А на дистанции 200 метров золотую медаль в копилку Бендер положила Елена Коновалова. В дисциплине спортивная ходьба еще один титул для Суклеи завоевал Роман Олейник. На средних беговых дистанциях 400 и 800 метров не было равных терраспольчанину Егору Амбразайтису. Тренин сказал, что я выступил нормально. Но можно было, конечно, и лучше, потому что сильно большой страх был. Я поставил новые личные в первой дистанции 57 секунд и во второй дистанции минуты 15. В целом юношеский чемпионат Молдовы выявил немало талантливой молодежи. Для того, чтобы эти результаты вылились в медали на международной арене, атлетам необходимо еще много трудиться, а спортивным функционерам развивать легкую атлетику на этапе юношеского спорта. Основные турниры нынешнего сезона – летний чемпионат балканских стран в Турции, фестиваль европейской олимпийской молодежи в Нидерландах и юношеский чемпионат мира в Донецке – состоятся в летние месяцы. Для того, чтобы определить окончательный состав национальной сборной, в мае пройдет еще один чемпионат Молдовы на открытой арене. В минувшие выходные в Кишиневе завершился последний этап отбора в национальную сборную по настольному теннису. Определяющим стартом стал личный чемпионат Молдовы, в котором приняли участие сильнейшие мастера малой ракетки. 80 спортсменов из Приднестровья и Молдовы оспаривали титулы. О тех, кто в итоге поднялся на пьедестал, смотрите в следующем сюжете. Члены национальной сборной Молдовы в течение сезона определялись в четырех раундах. Для того, чтобы представлять страну на чемпионатах Европы и мира, необходимо было продемонстрировать мастерство в Кубке Федерации, турнире топ-сильнейших, а также чемпионате и Кубке Молдовы. Последний этап личного первенства стал определяющим в нынешнем сезоне. У нас уже прошло три отборочных тура соревнований, это как бы четвертый. У женщин уже как бы картина ясная. В сборную попали три человека, которые едут за счет государства. Это близнец Ольга, Сандул, Алина и Шмыгановская Екатерина. Среди девушек титул чемпионата разыграли 20 претенденток. На предварительном этапе упорная борьба развернулась между дубоссарскими теннисистками. В упорном матче из пяти партий Елизавета Медвецки добилась общего успеха над одноклубницей Екатериной Шмыгановской. Екатерина Шмыгановская это моя коллега, я на тренировках часто с ней играю, и также мы играем на счет. И на этот раз на этих соревнованиях мне получилось ее одолеть. Это была очень сложная игра, так как у нас была борьба и в конце ее преимущество было на ее стороне, но я все-таки смогла догнать и выиграть, и так у меня получилось, что я заняла первое место в подгруппе. Надеюсь, что дальше я сыграю так же хорошо и надеюсь на медаль. В итоге финальный раунд вышли 12 представительниц, в том числе и Лиза Медвецки. Но главной неожиданностью турнира стала победа в одиночном разряде мастера спорта Алины Сандул. Для нее чемпионский титул взрослого чемпионата стал первым в карьере, а трехкратная обладательница этого звания Ольга Близнец, проиграв в финале, заняла второе место. Бронза у Елизаветы Медвецки, а четвертое место заняла Екатерина Шмыгановская. Конкуренция, безусловно, чувствуется, потому что с каждым годом мастерство спортсменов растет, и ты чувствуешь, что наступают на пятки, и приходится уже настраиваться на каждую игру, на каждый мяч, и за каждый мяч бороться. Основные конкуренты, это, конечно, из Дубасар, потому что мы каждый день тренируемся друг с другом, мы знаем друг друга ошибки, и, безусловно, очень тяжело играть со своими. У мужчин звание сильнейшего разыграли 60 спортсменов. Стоит отметить выступления терраспольских теннисистов-ветеранов Ивана Горнеца, Василия Чубко и Вячеслава Ельцова. Представители «Малой ракетки» заняли третьи места в подгруппах, а реальную возможность выхода в финал упустил терраспольчанин Григорий Крайнюков. В решающем матче ему противостоял унгенский теннисист Георгий Литовченко. Стартовый отрезок для столичного спортсмена выдался успешным, однако в последующих трех партиях удача улыбнулась сопернику. С результатом 3-1 Литовченко прошел дальше по турнирной сетке. По итогам предварительной стадии в финал вошли 12 теннисистов, которые и определили призер турнира. На данный момент я рассчитывал на то, чтобы сыграть удачный чемпионат в Молдове и войти в сборную, надеюсь на это. На предыдущем это был кубок, на котором я занял первое место, я бы выиграл. Но первые два я сыграл неудачно. Это было немного плохое мое выступление, но в третьем туре я уже это реабилитировал. Сейчас надеюсь на повторное успешное выступление. А воспитанник дубосарской школы и главного тренера сборной Валерия Гросула оправдал ожидания. 15-летний мастер спорта Денис Церна впервые завоевал титул чемпиона Молдовы. Победа юного дубосарца над такими серьезными соперниками, как Игорь Ни, Андрей Пуцунтик, Вениамин Дубровин, говорит о том, что у нашего теннисиста большой потенциал. У мужчин картина более сложная на сегодняшний день. Милин Дракевский, шестой стол. В лидерах 5 человек, которые реально имеют шансы попасть в 3 человека сборной. Это они Игорь, Пуцунтик Андрей, Церна Денис, Дубровин Вениамин и Штирбу Андрей. Все будет зависеть от того, как хорошо они сыграют именно сегодня-завтра и в какой последовательности они займут призовые места. Федерация настольного тенниса в ближайшее время утвердит окончательный список представителей национальной мужской команды для участия в чемпионате мира, который пройдет в мае в столице Франции. Стоит отметить, что женскую сборную в Париже представят только дубосарские теннисистки Алина Сандул, Ольга Близнец и Екатерина Шмагановская. А вот чемпионат Молдовы по плаванию в личном и командном зачете вновь проходил в Тираспольском бассейне. Приднестровская школа плавания – одна из лучших водных арен в Молдавии. Это в очередной раз подтвердили и результаты чемпионата. Четыре взрослых и три юношеских рекорда установили пловцы на легкой Тираспольской воде. Так говорят, когда плывется широко, с размахом и скорость от этого только прибавляется. Два лучших результата в заплывах на спине и четыре титула с секундами мастера спорта международного класса показала 16-летняя тираспольчанка Татьяна Перстнева. В Молдове у нее уже сейчас нет соперниц, поэтому на дистанции приходится бороться только с секундомером. Тяжело это, когда нет соперников, показывать результаты? Ну я обычно, когда плавала, я не смотрела по бокам, так что мне нет разницы. Что нужно, чтобы показать уже результаты на таких серьезных соревнованиях? Ну может какую-то коррекцию в технике сделают, силу поднять надо будет и все получится, думаю. Женская команда Тирасполя в этом чемпионате вообще была на голову выше всех. Наши девочки, а они за небольшим исключением именно такого возраста, выиграли все заплывы в командных эстафетах и попутно показали нормативы для участия в главных стартах сезона. Это психологический настрой спортсменов привести к тому, что с начала же года начать уже показывать высокие результаты. Доказывать это в начале олимпийского цикла, а не к концу. Нас очень действительно порадовали ребята. Порадовала Таня Переснева на этих соревнованиях, установив три национальных рекорда и выполнив нормативы А на попадание на взрослый чемпионат, на юношеский чемпионат. И при успешном выступлении мы ее, конечно, планируем и на гимназиаду. Плюс часть молодежи у нас отбиралась на европейский фестиваль, европейский, который пройдет тоже в июле месяце в Голландии. Значит, нормативы были жесткие, сразу это уровень финала. Отобралось 100% у нас Дегтярева Александра, 1,650 на спине она проплыла, выполнив мастера спорта. Рядом с нормативом проплыла Вениченко Александра, выполнив мастера спорта результат. Ей чуть-чуть не хватило, но это уже будет решать Олимпийский комитет. Результаты юноши пока не так высоки, но все же они есть. Павел Избищук установил рекорд в сложнейшем стиле – баттерфляй – на дистанции 100 метров и завоевал путевку на юношеский чемпионат Европы. Справедливости ради отметим, что и молдавские пловцы не остались в стороне от регалий. Юная Надежда Кишинева Алексей Саньков взял три подиума в вольном стиле. Татьяна Кишко из Бельс первенствовала в заплывах брасисток. Константин Константинецк установил новое национальное достижение на 200-метровке дельфином. Но лучше всех выступил четырехкратный победитель – универсал Сергей Голбан. Этот пловец вот уже пять лет тренируется в Германии и выступает за спортивный клуб Лейпцига. Молдавская федерация пригласила своего пловца на домашний чемпионат и не прогадала. Результаты легионера очень достойны. Я доволен. У меня были две недели сборы в моем городе, в Лейпциге, в Германии. И было очень тяжело, очень. Но вот спустя неделю я смог немножко отдохнуть и вот хорошо идет. Просто хорошо. Цель вообще попасть в принципе в сборную и, конечно, квалифицировать себя для чемпионата мира, который будет летом в Барселоне. И, конечно, там хорошо выступить. Еще одна звездочка, а может и олимпийская надежда молдавской команды – 16-летняя Анна Семерунчик. Четыре чемпионских титула и два национальных взрослых рекорда позволяют говорить о еще одном полноправном члене национальной сборной. Причем планы этой спортсменки не совсем уж обычны. Когда-нибудь представить свою команду на чемпионате мира в открытой воде. Я сейчас буду готовиться на чемпионат мира, который будет летом. Будет он в Бразилии. Я постараюсь приложить все усилия, чтобы выступить достойно. Потому что я долго готовилась к этому. То есть я очень хочу там хорошо выступить. Также я, по крайней мере, надеюсь, что у меня будет открытая вода. Там, где будет длинная дистанция, то, что мне надо. Там я тоже хочу показать, потому что будет первый раз. И хочу себя попробовать в этом. В открытой воде, да? В открытой воде. А где это будет? Это может быть в Турции. Дистанция будет 7,5 километров. Для кого-то этот чемпионат стал более чем успешным, а кого-то заставил задуматься о конце спортивной карьеры. Ясно одно, у Федерации плавания Молдовы есть из кого выбирать. А потому уже в этом постолимпийском сезоне чемпионаты мира в Дубае, Барселоне, Европа в Познании, гимназиада в Рио-де-Жанейро и молодежный фестиваль в Голландии при наличии средств пройдут с участием пловцов молдавской сборной. В чемпионатах Молдовы по гонболу в минувшие выходные завершился второй круг. Наши команды, занимая лидирующие позиции, сыграли матчи на выезде, результаты которых подняли интригу и интерес к гонбольному первенству. Тираспольский ПГУ «Зюшур-1» впервые в этом сезоне потерпел поражение от Кишиневского Олимпуса. В упорном поединке хозяева дали бой чемпионам и одержали победу со счетом 40-32. Такой же итог показали и наши девушки в матче с главным соперником Кишиневской Феминой. При счете 25-16 терраспольская команда записала на свой счет первое поражение и теперь разрыв между лидерами минимальный. Следующий круг наши клубы начинают домашними поединками в Тирасполе. Надеемся, что в ближайшие выходные они покажут достойную игру. А тем временем в национальном первенстве по волейболу сыграны матчи 12-го тура. В Тирасполе «Динамо» принимала на своей площадке бендерскую «Зюшур-2». 23 февраля за преднестровским дерби наблюдала Юлия Саракапут. В нынешнем чемпионате преднестровские команды друг от друга далеки. В турнирном списке их разделяют четыре строчки. Разница в статусе сказалась уже на старте поединка. В первой партии хозяева обозначили лидирующие позиции, выиграв с крупной разницей в 13 мячей. Однако во втором сете «Динамовцы» преимущество упустили. На игре явно сказались перемены в составе Тирасполчан. На поле вышли молодые игроки. К тому же отсутствие украинского легионера Виктора Дюка на позиции «Либера» также стало «Ахиллесовой пятой». К хорошему быстро привыкаешь. Был «Либера» один у нас. Сейчас стал опять старый, приема нет, поэтому вся игра нарушилась. Картина игры поменялась, будем так говорить. Мы рассчитывали на ребят, те, которые сидели на скамейке долго, которые должны были сегодня поиграть немножко, но потеряли нить игры, наверное, поэтому как-то все скомкано получилось. Гости воспользовались пробелами в игре «Динамо» и вовремя проявили настойчивость. Меньше ошибались в приеме и увереннее действовали в атаке. Бендерские волейболисты сравняли счет по партиям, но добиться преимущества так и не смогли. «Динамовцы» мобилизовали свою основную мощь и довели «Приднестровская дерби» до победного конца. 3-1 команда Петра Станилевича остается на втором месте, а «Бендерская» с «Дюшор-2» по-прежнему располагается на шестрой строчке в чемпионате. «Реально же будем смотреть разного плана команды, поэтому та же партия, которая была сыграна на эмоциях, тоже принесла большую радость. Сыграли в принципе так, как смогли, старались какой-то дать бой, но игра шла как бы отрезками. Во второй партии вышли вперед, немножко почувствовали более уверенность, где-то что-то получалось. А потом вот прием подачи, срывы 5-6 мячей, и вот это вот ребят убивало, не было человека, который в эту секунду мог взять игру на себя». А в другом матче тура столичный автомобилист в четырех партиях обыграл «Кишиневскую спиранцу» и поднялся на четвертую строчку в турнирной гонке. Ну а лидер «Кишиневская динамо» в сухое обыграла УСМ «Баставан». До конца чемпионата остается два тура, после чего сильнейшие команды вступят в борьбу за выход в финал. На сегодня о спорте все, но спешу сообщить, что предстоящая спортивная неделя будет не менее насыщенной и богатой на события. Поэтому смотрите нас в следующую среду. Удачи и до встречи на Первом Приднестровском. «Кишиневская динамо» «Кишиневская динамо» «Кишиневская динамо» «Кишиневская динамо» «Кишиневская динамо» «Кишиневская динамо» Продолжение следует...